Всем доброго здоровья! В прошлом видео я продемонстрировал текст Аракела Доврижицы, из которого было понятно, что Шахабас Великий переселял жителей Армении не по национальному признаку, как утверждает современная армянская историография, а всех подряд, то есть христиан, магометан, иудеев. Я также продемонстрировал отдельные фрагменты, где всех их Аракела Доврижицы называют армянами. Сегодня я хочу чуть подробнее остановиться на том, кого именно в те времена, о которых писал Аракела Доврижицы, называли армянами. Современные армянские историки утверждают, что армянами всегда называли армянский народ, объединенный одной культурой, одной религией, родственными связями. На самом же деле слово «армяне» поначалу не являлось названием какого-то определенного народа. В современном понимании слово «народ» армянами называли всех, я подчеркиваю, всех, кто проживал в Армении. Но неутомимые армянские историки продолжают совершать одну и ту же ошибку, называя армянами только тех, кто сегодня называет себя народ Гай. И воображаемых предков этого народа. Почему воображаемых? Потому что у современной науки нет в принципе возможности узнать, какими были эти предки в реальной жизни. Для того, чтобы исправить эту ошибку, необходимо задать себе всего лишь один вопрос. Каким словом географы и историки могли бы называть всех жителей страны под названием Армения? Я думаю, что это слово «армяне». Ну и чтобы проверить это мое дерзкое предположение, давайте откроем словари. Универсальный историко-географический лексикон, 1698 года издания, Якоб Хоффман, автор. Читаем «Армяне» – это люди, населяющие Армению. Ничего больше автора не пишет. Здесь слово «попули», как мы видим, это люди, это не народ. Слово «народ» в латыни – это «натио». Возьмем один из самых ранних толковых словарей, Конрад Гесснер, автор этого словаря. Издание, посмотрим, 1544 и 1551 годов. Армения у него четко находится в границах Армянского Нагорья, все как положено. А статья «Армяне» помещена сразу следом за статьей «Армения». Читаем «Следовательно, армяне – это народ, который проживает в данном регионе», то есть в Армянии. Конрад Гесснер пишет «Следовательно», то есть слово «армяне» вытекает из самого названия Армения и означает людей, которые проживают в этом регионе. Во многих словарях такое естественное и простое толкование сохранилось вплоть до начала XX века. Открываем один из самых известных энциклобитических словарей, созданных нашей цивилизацией, под названием «Ларус». Это издание 1886 года. И читаем «Армянин – тот, кто из Армении». Все. Точка. В середине XVII века термин «армяне» получил еще одно толкование. Так стали называть не только всех жителей Армении, но и христианскую общину, обитавшую там же, в Армении. Вот примеры таких словарей. Словарь «Бруа Сеньера», изданный в 1644 году. Здесь статья об армянах также следует сразу за статьей «Армения». И Армения помещена в границе Армянского Нагоря, то есть все по правилам. Читаем «Армяне – народы этой большой страны Армения, которые большей частью являются подданными великого султана. Что касается религии, то большая часть армян являются магометанами. Однако есть здесь множество христиан из секты, которую называют армяне». Как мы видим, данный словарь дает сразу два определения одному термину. «Армянами» он называет одновременно и всех жителей Армении, и отдельно некоторую их часть, которая является христианской сектой. Такое раздвоение армян в толковых словарях сохранилось как минимум до середины XVIII века. Его отзвуки мы находим в универсальном географическом словаре, изданном в 1750 году. Читаем «Армяне – это, собственно, название народов большой Армении, которые так сильно привязаны к торговле, что рассеиваются по всей Азии и Европе. Однако, поскольку они являются христианами и образуют отдельную секту, мы называем этим именем всех, кто следует ее обрядам». Как мы видим, авторы словаря в попытках объяснить, что означает термин «армяне», противоречит сами себе. С одной стороны, они утверждают, что слово «армяне» – это, собственно, имя народов большой Армении, где в середине XVIII века проживали и магометане, и христиане различных течений, и иудеи. И, с другой стороны, тут же они утверждают, что армяне принадлежат к особой христианской секте, хотя мы с вами понимаем, что не могли к этой секте принадлежать все остальные народы большой Армении. Вот здесь такое противоречие. Если бы авторы этого словаря армянами называли только представителей христианской секты, то тогда все остальные жители Армении остались бы без названия, без географического названия. Было бы неловко. Хотя вот современный армянский фольклор в виде армянской современной истории, он придумал такое название, для всех остальных называл их кочевниками. Удачно с точки зрения пропаганды, безусловно, но глупо с точки зрения здравого смысла и научного подхода. К концу XVII века армянами все чаще называли христианскую секту. Сделано это было с подачи христианских миссионеров европейских. И в XVIII веке мы уже почти везде встречаем только такое толкование. Армяне – это христианская секта. Я об этом много рассказывал в своих видео и в статьях. Христианские секты армян называли многочисленные космографии, дневники миссионеров, путешественников, толковые словари. Пьер Довитти, Клод Дюре, Мишель Бодран, Петр Алексеев, Отец Флерио, Александр Эдерот – список огромный. И меня часто упрекали в том, что я читаю какие-то там неизвестные источники. Я знаю, что для моих соплеменников все источники, которые не вписываются в их версию истории армянского народа, являются какими-то там неизвестными. Но что мы будем делать, братья-армяне, если то же самое будет написано в известных и уважаемых вами источниках. Откроем британскую энциклопедию под названием «Британика». Первое ее издание 1771-1778 годов, конец XVIII века. Читаем. Армяне – это, согласно церковной истории, секта восточных христиан. И все, никакого другого толкования для термина «армяне», «британика» в конце XVIII века не предлагают. И это сама «британика», и это образованный XVIII век. Ну, думайте, размышляйте, братья. Итак, до того, как армянами стали называть христианскую секту восточного обряда, армянами называли всех жителей Армянского Нагория или Большой Армении. Ну, а поскольку не все жители Большой Армении сами себя называли Гай, то можно сделать логичный вывод, что народ Гай – это всего лишь часть народа, который в те времена называли армянским, а история народа Гай не во всем и не везде и не всегда совпадает с историей всего армянского народа. Или, если сказать по-другому, короче, то народ Гай – это армяне, но армяне – это не народ Гай. И если это понять и осознать, то многое можно увидеть иначе в истории наших и не наших предков. Но современные армянские историографы не хотят слушать Филиппа Вартановича, потому что, если вдруг Филипп Вартанович кажется прав, тогда придется пересматривать всю историю, историю всего армянского народа, потом придется пересматривать и переписывать заново историю народа, который называет сам себя Гай, и признать, что история народа Гай примерно где-то в 10 раз короче, той, которую они изучают сами и преподают своим детям и вашим детям, братья-армяне. С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok